Первая смена, первый бросок. Какие были эмоции в этот момент? Крутые эмоции. Спасибо, что дали такой шанс за национальную сборную России. Первая смена из броска началась. Дальше стало полегче. Было важно вынести сбросок в первой смене? Да, важно было шайбы коснуться в первой смене. Какие ощущения от первого матча остались? Проиграли сегодня игру. Не очень хорошие эмоции. Насколько волнение переклёстывало, что у нас молодая команда и как раз эти удаления подвели. Так ты играли в равных составах нормально? В равных составах играли нормально, подвели удаление. Может быть эмоции вас заплеснули? Молодая команда. Будем делать выводы и двигаться дальше. Добавлять от игры к игре. Смотри, а что скажете о финнах? Не удивили ли они? Что было видно? Да нет, в принципе. К такому хоккею готовились. Финна очень взрослая играющая команда. Многие ребята играют в КХЛ. С многими ребятами знакомы. И, в принципе, сегодня они играли очень здорово. Забили свои моменты, реализовали свое большинство. Не получили шансов. А как молодому игроку, может быть, что-то чему поучиться стоит или нет? Ну, конечно, они опытные ребята все. И очень здорово играли в атаке. Держали шайбу. Подели игрой. Уталий, может побить еще один репорт-доречка на самый молодой игроку? Сколько это? Хочется еще и следом? Ну, конечно, хочется. Но еще больше хочется, чтобы команда побеждала в следующих играх. И набирали очки команды. Сейчас об этом рекорде много вопросов. Третья Куд задавали, он говорил об этом. Все говорят об этом по телевизору. Есть какое-то давление, может быть, раздражает или наоборот приятно? Что ты чувствуешь, когда говорят о том рекорде? Да нет, на самом деле, вообще ничего не чувствую. Все то же самое, как и было до этого, когда никто ничего не писал. Так же, обычно. Насколько у нас дружная команда? Потому что все ровесники, видно, что такая атмосфера хорошая. Все ребята друг другу подбадривают. Насколько ты кайфуешь от того, что в таком дружном коллективе? Ну, здесь ребята собраны. Кандидаты, кто-то на Олимпиаду, кто-то на молодежь чемпионат мира. И всегда приятно с такими мастерами, можно сказать, повариться в одной команде, побыть. Почувствовать ту атмосферу, которая у них в клубах. Кто-то играл в НХЛ. И это очень приятно. Это большой опыт для меня. Давай из зума, кто-то там есть. У коллеги из зума есть вопросы? Если нет, все, спасибо. Матвей, спасибо. Продолжим общение потом. Через субботу. Спасибо. Матвей, привет. Рад тебя видеть. Первый вопрос. Как тебе тренировка сборной России? Эльфинский лед? Какое у тебя настроение? Да все хорошо. Готовимся к завтрашней игре. Тренировка прошла здорово. Вкатились, почувствовали льфинский лед. И готовимся уже к завтрашней игре. Разлетелось видео, где Саша Овечкин тебя поздравлял. Очень теплое поздравление. Он ехал где-то на машине. Привет Атове, он по-моему сказал. Как ты это видео увидел? Насколько для тебя такой сюрприз был? Ну, да, это неожиданно. Очень приятно. Спасибо большое, что уделил Александр Овечкин время на это. И записал это видео. Очень приятно. И вдвойне буду настраиваться на завтрашнюю игру. Увидел это видео просто в инстаграме, в соцсетях отметили меня. И я посмотрел. И очень удивился. Спасибо. Ты сам следишь за то, как Саша забивает гол? Потому что каждый его гол становится событием для всей страны. Вот сейчас он догнал Хала. Речь о том, насколько ты следишь за этим. Утро начинаешь там, как есть в журналистике. Утро начинает с гола Овечкина выражение. Ну, я в принципе слежу за НХЛ, за всеми матчами, за всеми игроками, кто забивает. И вдвойне приятно, что русский игрок забивает так много. И, конечно, за Александром Овечкиным я слежу вдвойне. И дай Бог, чтобы он побил рекорд. Грецкий. Я в это верю. Понятно, что вы как овесники, но тем не менее это будет дебют сборной России. Да, и все обсуждают этот рекорд. Насколько ты как-то ощущаешь этот момент особенностей? Или это все где-то мы где-то обсуждаем? Да нет, это обычный турнир. Надо сыграть как обычно. Вот. В принципе, играю с более взрослыми партнерами. Это добавляет уверенности. Вот. И вот так вот. Олег Браташ сказал сейчас, что ты готов. Он тебя хвалил. И Роман Радмина тоже, кстати. Физически. Да, по одному последнее. Физически готов к этому. А насколько тебе играть в своем возрасте, 16 лет, против ребят? Там 11 чемпионов мира 19-го года. Как там надо себя настраивать психологически? Не то, что не бояться, но быть на одной волне в этом матче. Да, в принципе, я же уже играл на взрослом уровне. В КХЛ. Вот. И я не думаю, что чем-то, ну, сильно будет отличаться в хоккей. Не страшно? Нет. Нет. Мы готовились к этой игре уже давно и не страшно. Разрывать так не получится. Соперников так. Не обслуживаю. Ну, это посмотрим. Вечкин это человек, с которого, может быть, для тебя хоккей начинался? Нет? Ну, первое воспоминание с кем написал. Чей плакат из всех открывается. Первый пост тогда с кем был. Такого не было, да. Ну. Я за всеми игроками даже в детстве уже следил. И всех знал, кто как играет. И Александра Вечкина уже в детстве. Да. Завтра продолжим. Забивай гол. И мы продолжим вообще не ставить. Спасибо. Молодец. Спасибо. 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 И у нас есть плюсы. Минусы в том, что 37 минут удаление. Выиграть невозможно. А плюсы в том, что действительно, мы две шайбы всего пропустили в – шутел. Били, старали, потом, похвалил вратаря, конечно, очень хорошо все. Надежно играл. Ребята талантливые. Я говорю, дали вам шанс на таком уровне играть. Поэтому, я думаю, следующую игру, если вы справитесь с удалением, со своими ошибками, то совершенно другая будет игра. Мечка все-таки странная. Ну, дай бог. Я думаю, что со шведом на них суть другая будет. Но это в принципе правильно, что уже не первый год молодежь капкатывает перед турниром. Ну, я считаю, что правильно. И почему? Потому что я даже сейчас разговариваю с секторами уже другими, значит, из национальных команд, руководителей. Они вот, например, у вас хороший. Причем хотя бы одно звено молодежи должно быть обязательной. И в команде там Чехии, и Финляндии, и Швеции, чтобы наигрывать. Ну, естественно, на Куб Первого канала у нас будет там основная команда, потому что уже Олимпиада рядом, естественно. Вот. В Праге у нас будет чуть-чуть, и у нас в Мире тоже сильнейший состав. Вот. Ну, а именно вот, именно на этом турнире надо обыгрывать молодежь, чтобы посмотреть, что у нас в перспективе, и чтобы они не почувствовали, что так все-таки уровень международного, он выше, чем уровень, когда на чемпионат страны. Потому что с чемпионат страны есть, в Компионатах есть какие-то люди там, свои матчи, усталость, рамы, еще. Ну, когда здесь приходят, собирают людей, здесь немножко другой хоккей, поэтому опыт для молодых игроков это не оценили. Расстроились, что народ приболел немножко? Мы все так мечтали о наладке снова увидеть, жабушан. Ну, что сделать? Ну, ничего не сделаешь, такая пандемия, как дай бог ему здоровья, все равно. Последний вопрос задал вам. Есть хотя бы один процент отбить Кузнецова? Мы все переживаем, что вы... Очень сложно. Поймите, не все от нас зависит. Мы все делаем, то, что нужно, но надо здесь очень аккуратно, чтобы он не получил больше. Татьяна Александрович, что-то... Люктор Див приехал, вы с Ницелем сегодня? Да, мы с Ницелем только что-то разговаривали. О чем разговаривали? Мы его пригласили на Куб Яруканала, у нас 25 лет будет празднование, поэтому вот, вот, ну, как я обязательно приеду, хороший разговор, хороший турнир, в принципе, нормальный разговор. Я его знаю уже 30 лет, когда он еще приезжал в Москву, сидеть в Вене на путь в Третьяка, поэтому я с ним давно уже друге. По Китаю, может быть, что-то говорили по Олимпиаде глобальной? Нет, мы сейчас про Китай, про Олимпиаду не говорили, у нас просто такой дружеский бессертик. Все, ребята, спасибо. Спасибо, удачи. Дмитрий, а из дебютов за сборную сегодня был хороший матч. Какие эмоции? Да, эмоции всегда положительные. Рад очень вызову сборную, да, рад, что дали сыграть. Спасибо большое тренерам за доверие. Жаль, что не удалось выиграть, но есть день паузы. Будем тренироваться, поработаем, посмотрим видео, разберем ошибки и будем готовиться дальше. У вас не было в первоначальном списке сборной? Как произошла замена для вас? Как это случилось, скажите? Да, это было супер неожиданно, потому что я после игры в Череповце, мы играли с Магнитогорском, и я уехал домой. Ночью там буквально переночевал дома, и мне с утра позвонили, сказали, что пришел вызов в сборную. Вот, пришлось ехать обратно в Череповец. Получилось, что одним днем у меня так дома не побыл. Но я очень рад вызову сборную, поэтому хорошо, что так получилось. А где дом? Ярославль. Ярославль, Ярославль. Судя, мы правильно понимаем, что вы играли 82-м номером, который готовился для Белялова, которого вы, по сути, заменили, и спрашивали ли вас о номере? Нет, о номере не спрашивали, да. Я и вещь получил с номером 82, и очевидно, что это были вещи под Белялова. Вот, поэтому мне без разницы, под каким номером играть. Главное играть. Он не звонил, не говорил, где мои вещи? Нет, нет. Очень контрастировала форму сборной с хитками. Наверное, мы не первые, кто это уже подметил. Ну да, да, немножечко не вписывается в гамму цветовую, но ничего страшного, это бывает. Вам правда дали продищу Ламборгини в сборной? Да, да, есть такое. Вчера, получается. Сказали, что пусть Ламборгини поиграет. То есть вчера вы знали, что будешь играть? Насколько неожиданно было, что первый матч сажился? Да нет, спокойно. Мы вчера готовились к игре, там, в середине тренировки сказали, что готовился играть на завтра, так что все спокойно, готовились к игре. Как отнеслись к тому, что Андрей Назаров? Может быть, консультантом ему с ним созваниваться? Ой, Андрей Разин, да. Ну, Назаров тоже может быть, но Разин ближе к вам. Может, он вам совет какой-то дал, перед игрой звонил? Нет, не удалось связаться, да, я сегодня новость этого видел. Да, очень рад за Андре Владимировича, да. Хорошо, большую работу проделает в клубе, поэтому я думаю, что он заслужил это. Мне поразило, что вы были очень собраны прям с первых минут, даже с первых секунд, потому что финны прямо начали с этого же времени и вкатываться там и бросать. Мы узнали об этом, но не удивило вас, но в каком же уровне? Да, меня предупреждали, да, тренера говорили, что будет очень быстрая игра, что финны много давят, играют давление, много бросают. Так что я, можно сказать, был готов к этому, но все равно поначалу было немножко тяжело, да, там волновался, где-то больше лишних движений делал, из-за этого больше сил тратил, поэтому в целом сыграли неплохо, да, много удалялись. Это, я думаю, что немножко сломало игру, вот, не удалось забить, к сожалению, но будем работать, готовиться дальше. Выручить могли вот эти 5-й золотых игрок? Пускай, да, наверное, всегда можно выручить, да, там, в первом голу немножко там длинный ног не хватило, совсем чуть-чуть, второй гол 5 на 3, и, ну, финны хорошо сыграли в большинстве, да, опять же, повторюсь, мы много удалялись, и там, много сил тратили в меньшинстве, поэтому, к сожалению, пропустили голы в меньшинстве. Чем планы здесь есть сыграть? Ну, это к тренерскому штабу, наверное, больше вопрос, я только рад, только за, я всегда готов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое за поздравления, я думаю, что это новый этап жизни, мне очень приятно, что Зеленоград за меня радуется, и я постараюсь как можно больше продвигать его, сейчас остается только работать. А как сегодня, ну, не знаю, попадет заявку или нет, но в школе орбиты сегодня вы усмотрели этот матч? Я надеюсь, да, как минимум отец точно будет наблюдать за игрой команды, я знаю, что сегодня я точно пропускаю матч, но в дальнейшие игры я думаю, что у меня будет шанс выйти и помочь команде. Отец всегда рядом в своей карьере, где он сегодня будет смотреть, расскажи, чем он сейчас занимается, он ездил с тобой на год в Канаде? Да, на два года ездил, сейчас он там же, где все начиналось, в орбите, поэтому я думаю, он будет рад посмотреть этот матч дома, в кругу близких, мне будет очень приятно. А два месяца регулярно у тебя получились, они такие, ну, не всегда игрового времени на уровне КФЛ хватало, как оценишь этот отрезок два месяца? Я очень рад, что у меня получилось найти общий язык с тренерским штабом в Химике, я очень удивлен, что настолько дружный и новаторский тренерский коллектив, который хочет привнести в хоккей изюминку чего-то нового. А в Химике ты забил из угла площадки, расскажи про ту шайбу, как это было? Как тренерский штаб говорил, самое главное попасть между первых ног игроков. Я между ног бросал, чтобы не попасть в щитки, и там уже шайба сама нашла то место в воротах, куда можно было залететь. А здесь в сборной вы вместе с Никишиным, с которым были еще в крыльях вместе, вместе с драфтованной Каролиной, это у вас такая связка, можно сказать, секретное оружие сборной. Я думаю, да, в будущем это наша связка, которая будет идти сквозь года и набирать только большие обороты и получать удовольствие от этого. А в жизни вы друзья, коллеги? Друзья, друзья. Больше, чем коллеги, друзья, скажите. А как спортпаки на пуску были? Да, ну Никиша, конечно, помогал, получается, и на сборах вместе жили. Я считаю, что благодаря ему и еще некоторому количеству игроков я более раскрепощенно чувствовал себя на поле. Как ты для себя понимаешь разницу в развитии игрока молодого в канадской юниорке и на уровне ВХЛ-КХЛ? В чем отличие? Тяжело сказать, потому что везде есть разные плюсы и минусы, но могу сказать, что в Северной Америке больше силовой игры, скорости, но меньше какого-то умного хоккея, который есть в КХЛ и в ВХЛ. Борис Миронов на старте регулярки, я спрашивал у него, он сказал, что Вася иногда захлестывают эмоции, поэтому он принимает не самые верные решения. Как ты наверняка согласен с оценкой тренера, и как ты с этим будешь? Я буду играть в свою игру, я буду подстраиваться, но, скорее всего, я буду продолжать. Меня ценят за свою игру, а не за то, что я играю в общий забрасывающий хоккей, чтобы в зону набрасывать. Молодежный чемпионат мира главная цель наверняка в этом сезоне, как ты его предкушаешь и все, знаешь. Для начала надо попасть в состав и поехать туда, но в этом году будет уже не просто хоккей, а будет битва за титул. Воспоминания от прошлого года. Молодежный чемпионат мира. У тебя были заброшенные шаймы, были удачные матчи, не было результата командного. Месяца два отходил после чемпионата мира. Очень тяжело все удалось, что в этом году, я думаю, что выйдут только намного сильнее и больше заряженные. А канадцы будут поддерживать болельщики в этом году. Будут полные, ну не знаю, полные или неполные трибуны станут сложнее. Я думаю, что это мотивирует и команду, играющую против, потому что мы ездили на турнир четырех наций в Чехию с молодежной сборной, и когда играли против хозяев сборной Чехии, полный стадион был, и для меня это только больше мотивировало, будоражило кровь, и это еще двигало больше вперед. Как найти компромисс, когда ты хочешь играть в хоккей? Потому что мы знаем, попадешь в команду, тебя так заточат, потом карьера пойдет немножко не так. Тебе говорят, играешь в забрасывающих хоккей. Как найти, не потерять себя в этой ситуации? Я думаю, что играть в свой хоккей, и если кто-то тебя не поймет, это не значит, что в других клубах о тебе будут думать так, то, что ты только забрасываешь. В других клубах тоже есть скауты, тренеры, которые видят, что ты можешь, и в какой-то момент ты найдешь своего тренера, который сможет раскрыть твои данные по максимуму. Что ты скажешь скептикам, которые скажут, вот 12 матч в Спартаке, 0 плюс 1, Пономарева на КХЛ уровне не тянет, что ты ему ответишь? Надо посмотреть мое игровое время. Отлично. Ты поработал здесь немножко со Знарком, он, к сожалению, улетел. Что тебе дали? Это сколько? Один, день, два, установка? Может, он лично что-то сказал тебе? Я на лед даже с ним не уходил. Расскажи, пожалуйста, про школу Орбит, что она сейчас из себя представляет, что если там талантливый парень, талантливый тренер, мы практически ничего не знаем об этой школе. Сейчас, мне кажется, что у самой спортшколы небольшой спад идет, но в любом случае в какой-то момент все пробивают свое дно, и дальше уже идет все только наверх, поэтому я считаю, сейчас уже многие тренерский штаб поменялся, получается, с кем я начинал уже, остался там только один тренер, ну и отец получается, остальные уже ребята с теми, с кем я поиграл, и я думаю, что эти ребята, они все молодые, они принесут какую-то новую стезю, и больший запал игрокам дадут, и помогут развиваться в нужном направлении, которое сейчас продвигает современный хоккей. Каролина едва не повторила рекорд МХЛ по победам со старта, 10 матчей могла выиграть, ступилась, по-моему, в скорую. Следишь за этой командой плотно, как тебе нравится эта игра, они очень хорошие хоккей пока. Да, я стараюсь следить, не получается именно смотреть все матчи, но именно следить за игрой, просматривать моменты, которые происходят во время игры. Я также общаюсь с Сергеем Самсоновым, поддерживаем контакт, он мне скидывает схему игры, как команда действует в обороне, в атаке, и я немного вникаю в их процесс. Ты известен как интеллектуал, не просто кинец, интеллектуал. Что ты сейчас читаешь? Сейчас читаю книгу про правильное питание, Игорь Николаевич посоветовал. Как называется? А какое питание? Нам тоже надо, кузанчиком думать. Я точно не знаю, может быть, как-то правильное питание чемпиона, я не скажу, больше внутри книги, а не внешнюю сторону рассматриваю. Где нет лишнего веса? Зачем тебе читать? Нет, у меня наоборот, я считаю, есть лишний вес, хотелось бы где-нибудь до 8% жира. Сейчас очень модно безглютеновое, безлоксозное питание. Как вы? Нет, я пока не настолько, но стараюсь просто придерживаться правильного питания, там правильно рассчитывать калории, там жиры, белки, углеводы, чтобы правильно все помогало. Вот сейчас в пресс-центре лежат кексы, нам стоит их есть? Кексы? Мы хотим худеть. Наверное, перед игрой, потому что если... Перед игрой, да, можно. Я прочитал, что если поесть немного сладкого, и углеводы пойдут, то чуть больше сконцентрированности будет. Апельсины? Ну там реально есть вот прям каждый фрукт, что можно, что нельзя? Нет, нет, такого, что можно, что нельзя. Да, главное принцип. Вася, серьезный вопрос. Ну, если ты с Самсоновым на связи, понятно, что какие-то подсказки, как улучшить... А вы знаете, что Сергей Самсонов тоже из Зеленограда, и он начинал у того же тренера, у кого я начинал. Кстати, да, это хорошая тема. У нас один общий тренер, мы постоянно, он спрашивает, как там в Зеленограде, как дела, у него родители тоже сейчас там живут. Он приезжает как-то в России, или она давно... Нет, он давно не был. И получается до этого, когда был лагерь у Паши Дуцука, я еще тогда с ним познакомился, но это было лет пять назад, и вот тогда мы первый раз встретились, а сейчас оказывается, что мы еще и в трудовом плане связаны. То есть для тебя не было интриги перед ретрафтом? Почему была? Была большая интрига, да. Я думал, что выберет другой клуб, но за пару пиков до другого клуба выбрали Каролины, я был очень рад этому. Так что улучшаем в этом? И что ты улучшаешь в этом сезоне, чтобы расти, развиваться какие-то компоненты? Если это не секрет, разумеется. Нет, это, конечно, не секрет. Я думаю, что... Я очень часто даю интервью, говорю о своих минусах. Я считаю, что игру с шайбой надо немного похладнокровнее играть, не просто отбрасываться от нее и быть чехером, который забрасывает шайбу. Потому что желательно забрасывать ворота, а не просто в угол. И я думаю, что над маневренностью, над катанием я хотел бы поработать. А в канадской юниорке ты не мог застрять между игровичком и чекером? Вот ни туда, ни сюда. Я думаю, что нет. Там у тебя есть и время развиваться, как забивать, и также играть хорошо от обороны. Мы тебе этого не говорили, ты самый приятный собеседник, кого мы здесь встречали. Невероятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 0-3 не самый приятный результат, но матч, который точно был полезный. Полезный, безусловно. Проигрывать, конечно, всегда неприятно. Но у меня язык не поворачивается упрекнуть ребят. В нежелании, в отсутствии самоотдачи. Все очень хотели. Желание даже где-то переклестывало, наверное, отсюда, такое количество удалений. Мы не проиграли в равных составах. Да, то есть, знаете, прекрасно, 11 чемпионов мира против наших молодых ребят играли. И достойно очень мы, я считаю, противостояли этой сильной команде. Но такое количество удалений, конечно, оно... Выиграть при таком количестве удалений очень сложно. Практически невозможно при мастеровитом сопернике. За что он нас, естественно, наказал. Наверное, все-таки вот этот перехлест эмоций, перехлест желания, ребят, он как раз привел вот к этим удалениям. И то, что у них от волнения, может быть, не так получалось. Они где-то суетились, не так получалось в созидании. Хорошо, да, на последних минутах они показали в конце третьего периода, да, когда они здорово контролировали шайбу в зоне соперника, создавали моменты, они показали, что, в принципе, они могут играть. Ну и, в общем-то, да, самое главное, это, безусловно, огромная польза для ребят в плане опыта. Но, к сожалению, да, к сожалению, мы проиграли. В плане опыта, что сегодняшний матч, по-вашему, принял с Матвеем Мечковым, и как вы оцените его игру, события, которые многие ждали, рекорд Овечкина побит? Ну, я думаю, для тех, кто ждал рекорд, главное событие свершилось, да, а что касается содержания игры, естественно, здесь еще работа непочатый край, вот, молодой парень, у которого прекрасные задатки, прекрасные навыки, да, но хоккей, это игра такая, она очень многосторонняя, да, и требует не только, не только технических навыков, да, поэтому ничего, ничего, я думаю, что с Матвеем все будет в порядке. Последний вопрос. Шугаев сегодня выделялся на Льду не только своей формой, очень-таки контрастирующая амуниция у него была с формой национальной сборной, но еще... Ну, вы же сами прекрасно понимаете, что это клубные... Ну, я к тому, что сыграл-то здорово. Да, конечно, конечно, и Шугаева надо похвалить, он, как и все ребята в меньшинстве, да, очень играли самоотверженно, и много очень и на себя тоже игроки поймали шайб, и не жалели себя, и молодцы, и за эту самоотверженность их можно только сказать спасибо. Спасибо большое, спасибо. В принципе, матч получился интересным, особенно команда у нас молодая, да, в разных составах, но есть у вас претензии к ребятам? Почему столько удалений? Денисин, как все, 37 минут. Претензии есть, безусловно, и мы будем предъявлять, будем разбираться причины удаления, потому что бывают технические, чисто, нарушения, да, которые тоже надо разбирать, почему они произошли. Бывает просто недисциплинированность, невыдержанность, естественно, сейчас по горячим следам я вам сразу не отвечу на все моменты, это надо просматривать, естественно, мы не успеваем увидеть в деталях каждое нарушение, вот, поэтому будем разбираться, конечно. Эта сборная в Финляндии была, по сути, не просто один из чемпионов в Финляндии, это была сборная Европы, потому что там не только из КХЛ, из Финляндии, из Швейцарии, они собрали сборную Европы с прицелом на Олимпиаду. Как вы думаете, сейчас вот это правильно было эксперимент, что такая у нас молодая команда сражалась? Давайте, это вопрос не ко мне, да, то есть... Ну, по качеству игры. Что? Понравилось вам качество игры, в принципе, у наших ребят молодых? В равном составе, как мы бились? Ну, если учитывать уровень соперника, то, в общем, да. В общем, да, хотя, хотелось бы еще лучше. Ну, в общем, я положительно оценил игру, особенно в равном составе. Игорь Владимирович, гадаю, ну, считаю, что, скорее всего, Аскаров сыграет, но вот, Вашин Шугаев, когда, почему, наверное, приедет такое решение? Я думал, это кто думал? Ну, все просто помогали, что будет из Аскаров играть. А нет, выкинули, поняли, что Аскаров, а выкинули, наверное, по-другому. Ну, да, вот вам ответ на вопрос. Да, у вас Орел выпал, а у нас Решка. Ну, у нас три вратаря, и, наверное, мы там взвешиваем все и решаем, почему там у нас, кто будет играть, да, у нас есть тренер-братарей, другие тренеры, да, руководцы, которые мы смотрим, решили, что в данный момент Шугаев находится в лучшей форме, скажем так, если вас устроит такой ответ. И поэтому решили его поставить. Возможно ли, что оба вратаря, снувшиеся по матчу, сыграют? Все, возможно. Я сейчас не могу вам сказать, это еще будем дальше решать. Нельзя не спросить, конечно, про исторический момент дебют Мечкова. Все об этом написали, в федерации даже красивая картинка в соцсетях. Как вам показалась его игра? Вот у него были моменты, да, в четвертом звене он выступал. Как вы хотели его использовать, чтобы не сломать? Ну, в принципе, я думаю, что, надеюсь, что мы его не сломали. Вот, я думаю, что если он склонен к анализу, наверное, он, ну, мы подскажем, конечно, да, его, там, скажем так, не совсем зрелую игру, в основном это касается игры без шайбы, а в каких-то моментах он свои навыки проявил и там, по-моему, даже поворотом пару раз бросил, вот, и ничего, хорошо. Роман Борисович, нам боюсь, что Олег Знарок остается с командой, но по видеосвязи. Он включался в перерывах в зуме, может, что-то говорим? Нет, в перерывах нет, перед игрой включался в перерывах, нет, в перерывах там слишком напряженная работа идет, там некогда. В установке, да, он участвовал перед игрой? Ну, там, он дал напутствие, скажем так, и тренерам, и игрокам. Олег Владимирович, было заметно, вот, в самом начале, до первого периода, что, как раз, четвертый звенок, где Мечков, он там, в городе, играл буквально полминуты, специально давали ребятам так мало играть, чтобы они не устали? Ну, дело в том, что это нормально для четвертого звена, что оно играет меньше, и, короче, смены, вот, это самое молодое, там самые молодые ребята, новички, самые неопытные, вот, но, тем не менее, у нас сложилось, и у них успело сложить все впечатления, да. Ну, возможно ли, что, коллеги, давайте из зума вопросы позадаем тоже, кто готов, пожалуйста, задавайте. Просто там, предлагать. Возможно ли, что Мечкова поменять партнера в следующем матче, там, провели тему, чтобы, и, может быть, поднять его? Все возможно, просто сейчас я вам не готов ответить на этот вопрос. Все возможно по составу, конечно, если вы помните, у нас сегодня даже в первом большинстве выше. В принципе, у меня все. Да, коллеги, есть еще вопросы, пожалуйста, в зуме, коллеги? Если нет, спасибо. В равном составе нам игра понравилась. Поменьше удалений, спасибо. И был бы счет вообще нольный. А там и овертем, и как угодно могло все отвернуться. Две штанги, мы все-таки разродились на две штанги. Это да. Какое у вас настроение после первой тренировки в Финляндии? Хорошее настроение, рабочее, праздничное. Игра всегда для нас праздник. Не страшно Мечкова отправлять под финские танки? 16 лет. С одной стороны, рекорд рекордом, но там будет играть практически чемпионская команда финнов. Но дело в том, что Мечков, мы считаем, что подготовлен для такой проверки, потому что хоть он и моложе остальных молодых ребят, но мы считаем, что он не уступает им физическому развитию. И в игровом плане он, как и они, наравне со всеми претендент на поездку на молодежный чемпионат мира. Поэтому я бы не стал его отделять от остальных молодых ребят, я имею в виду, которые по возрасту молодежные сборки. Вы видели очень многих ребят, которые начинали, потом стали звездами, легендами даже кто-то, как Овечкин. Мечков, в чем уникальность здесь и сейчас в 16 лет? Ну, у него очень хорошие двигательные навыки, то есть он хорошо развит физически. Если вы сравниваете с Овечкиным, то это, в принципе, похоже, развитие, да, то есть он не по годам, скажем так, сильный, сильный физически, что дает ему на поле вот эту мощь и быстроту. Затаска? Значит, по вратарям, вы извините, у нас есть, в принципе, план, который, естественно, он может по каким-то причинам и меняться, но пока я вам не буду его озвучивать по поводу завтрашнего вратаря. Всего свое время, состав на игру, завтра перед игрой мы объявим, в том числе, вратаря. Главная новость этого дня, то, что Олег Знарок с симптомами ОРВИ покинул расположение сборной. Вы накануне проводили собрание, наверное, да, то есть как-то работали с командой? Ну, если честно, у нас за эти дни уже было ни одно собрание, и, естественно, пока Олег Валерьевич находился в расположении сборной, он в них участвовал, вот, ну, сегодня вот уже приходится обходиться без него. Да, конечно, рисковать в этой ситуации посчитали, что не имеет смысла, ну, я скажу, что рабочий момент, скорее. Рико Девчонки, у вас очень большой опыт, но завтра первая игра, ну, не знаю, можно сказать, дебют в таком статусе, не волнуйтесь, его? Ну, вы знаете, любой тренер, как и спортсмен, да, наверное, должен перед стартом испытывать какое-то небольшое волнение, да, дреналины, я не исключение, поэтому, ну, если бы совсем не было волнения, наверное, это было бы неправильно, но, и не хочу обманывать, конечно, небольшое испытываю, но, как бы, это никак не отражается на подготовке моей команды, то есть, все делаю вот, обычно, как привычно, и все по плану. Сколько? Почему готовы надо быть завтра? Ну, вы, наверное, лучше меня знаете, да, состав финнов, вот, 11 чемпионов мира, да, к чему быть готовым? Быть готовым к их лучшей игре, которая, в принципе, ни для кого не секрет, мы ее еще раз, естественно, изучали, смотрели, да, как они играют, и думали, что мы можем противопоставить им, вот, конечно, сильный соперник, все эти, интереснее, проверить наших молодых ребят на таком сопернике. Когда поступило предложение возглавить молодежную сборную, сколько думали? Минуту, день? Я вообще не думал, потому что это предусматривает мой контракт, который у меня действует, и он еще заканчивается через год. И сейчас уже перенаправили на другой фронт? Меня просто перевели, да, с одной сборной на другую, еще раз, что в моем контракте это предусматривает. чемпионат мира в Канаде все-таки насколько это... Вы были ассистентом, в Канаде? Третий чемпионат мира, да, молодец? Четвертый. Четвертый, но три было. Три было, да. Вы уже понимаете, к чему были готовы? В качестве помощника, еще два в качестве участника. Ну, вы знаете, хоть это давно было, но я все очень отлично помню, очень интересно. Один из них в Канаде. Я к тому, что у вас полное представление есть, как в Канаде все это может быть. Да, конечно, конечно. И как участника, и как тренера. С Валерием Николаевичем этот контакт продолжается? Ну, безусловно, мы все тренеры, мы контактируем в большей степени или в меньшей друг с другом. Мы не в вакууме живем, просто Валерий Николаевич сейчас занят, как бы, погружен в свои работы, и он очень много, поэтому не так часто доводится общаться, вот. Ну, конечно, так в принципе мы все общаемся между самыми. Спасибо вам, удачи завтра. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok